Наша недельная глава называется Ахареймод. Начинаем главу Ахареймод. И говорил Бог, обращаясь к мошеннику после смерти двух сыновей Агрона, когда они предстали пред Богом и умерли. Это мы знаем из главы Шмени, что сыновья Агрона на главу восклинили огонь тюрды, который все выше не вели. И умерли. Это было служение первого Ниссана 2449 года. Почти через год после того, как он вышел. И сказал Бог, обращаясь к мошеннику, скажи Агрону, брату твоему, чтобы не во всякое время входил он в святилище за завесу и не приближался к крышке, покрывающейся под тем, дабы он не умер. Ибо в облако явлюсь открытым. Мы знаем, что только в Йом-Кипур первосвященник может зайти в храм. То, что позволено Маше, то, что он заходил в храм, когда он имел какие-то вопросы к Всевышнему, он заходил и Всевышний ему ничего не говорил, он на все вопросы ему отвечал. Но это был пророк Маше, он был самым скромным человеком на земле. Всевышнему это разрешал. Но никто другой. Ни Агрон, ни его потомки. Только в Йом-Кипур. Вот с чем ходить должен Огрон в святилище. С быком молодым для грехочистительной жертвы и с бараном для всесожжения. Хитон ляной священный пусть наденет. Это халат. И ляные штаны пусть будут на теле ему. И поясом ляным пусть опояшется. И тюрбан ляной пусть наденет. Это священные одежды. Пусть омоет тело в своей воде и наденет их. Он переодевается, одевает в Йом-Кипур вот эти четыре одежды. И нет на нем ни золота, ни бриллиантов, никаких тканей других, кроме льна. Так он перестает в Йом-Кипур перед Всевышним. Есмение, что это было, он переодевался восемь раз. Есмение, что десять в этот день. Вот так. А от общества, сынов Израиля, пусть возьмет двух козлов. Грехочистительную жертву и одного барана для всесожжения. И пусть принесет агрон быка в жертву грехочистительную и одного барана для всесожжения. Нет. И пусть принесет агрон быка в жертву грехочистительную, которая за него. И искупит себя и дом свой. мы это изучаю главе воекра как это происходит это необычная жертва и коины мясо и не едят и сжигается он весь шкурой с нечистотами все вместе выброса пепла в не стану и возьмет двух козлов и поставит их пред богом входа в штер откровения и возложит огромный обои козлов жребий жребий один для бога а жребий другой для зазелья и приведет огром козла на которого выпал жребий для бога и принесет вам грехочистительную жертву оказана которого выпал жребий для зазелья пусть оставит живым пред богом чтобы совершить через него искупление отправим его коза зелью пустыню наши мудрецы говорят что это скала скалистая скала называется зазель из этой горы сбрасывали козла который несет на себе все наши грехи такая удивительная служба и если хотим перевести слова за зель как дьявол то или сатан переводят его то тора пишет что это невозможно потому что в книге шмот написано только богу следует служить и какому другому небесному созданию и возможно это жертва поэтому это была скала с которой сбрасывали козла вот так и подведет огород быка жертва грехочтительная которая за него искупит себя и дом свой и зарежет быка своей грехочтительной жертвы возьмет полный совок горящих уголей в жертвника который пред богом и полные горсти тонкой смеси благовоний для воскурения и внесет за завесу и положит смесь благовоний на огонь перед богом и покроет облако смеси благовоний крышку покрывающую ковчег свидетельства дабы не умереть ему это очень непростое служение его ему готовится первосвящение порту у него ложка со смесью благовоний а в руке у него совок с горящими уголями который берет он на большом жертвы к эти оли и одной рукой видно отодвигает завесу отделяющая святилище цвета и святых заходит и там происходит воскурение благовоний это если что-то не так сделать он может умереть и возьмет он крови быка и окропит пальцы своим крышку с востока и перед крышкой покроет он пальцы своим семь раз крови быка даже мудрецы говорят один раз вверх и шесть раз вниз и зарежет козла жертва грехочтительная которая за народ и внесет кровь его за завесу и сделай с кровью козла тоже тоже что сделал с кровью быка и окропит ею крышку и перед крышкой и скубит святилище от нечистоты сынов израиля и от преступления их во всех грехах тоже должен он завершить и над шатром откровения находящихся у них среди их нечистоты мы пишем мы читаем в голове в экран что за первосвященника бык и такой же бык идет за народ а здесь в этой главе написано что за народ берут козла вот так в экран написано что козла берут за царя а козу кого-то из народа если искупить орехи но здесь необычное вот жертоприношение венгипур и так написано зачем надо послушать мудрецом что они в этом плане говорят потому что так просто не разберемся и никто не должен быть шатре откровения когда агрон входит для искупления святилища и до выхода из него и совершит искупление себя и за дом свой и за все общество израиля и выйдет он к жертву который пред богом и скупит его и возьмет крови быка и крови козла и обмажет ею возвышение по углам жерника всех сторон смешает кровь быка и кровь козла и вот такой вот так наш мудрецы говорят и обмажет повышение всех сторон то есть если эта жертва была бы все сожжение то окропляет кровью или жертва мира окропляет крови а здесь обмазывают жертвенников и окропит его кровью пальца за 7 раз и очистит его нечисленного в израиле и осветит его то есть кроме этого еще и окропит вот так и закончив очищение святилища и шатра откровений жертвенника подведет он козла живого и возложит агрон обе руки свои на голову живого козла и исповедуется над ним во всех провинностях сынов израиля и во всех преступлениях их и во всех грехах их и возложит их на голову козла и отошлет его с наручным пустыню наши мудрецы говорят что это человек должен был в этом году умереть и мудрецы знали кто кто этот человек и были открыты эти тайны и брали такого человека и он шел и понесет на себя козел все провинности и к страну обрывом как так отправит он козла в пустыню и войдет агрон шатер откровения и снимет длинные одежды которые надевал при входе в святилище и оставит их там и омоет тело своем водой на святом месте и наденет одежды свои и выйдет и принесет жертву в сожжение за себя и жертву в сожжение за народ искупая себя и народ это здесь он уже одевает те золотые одежды он уже тут кровь святилище не вносит а жир грехочетительной жертвы воскурит он на жертвике человек же который отводил козла козлазели должен вымыть одежды свои и обыть тело своей воде а затем может войти в стан а быка жертвы грехочетительной и козла жертвы грехочетительной кровь которых внесена была в святилище для искупления пусть вынесут застан и сожгут на огне кожу их и мясо их и нечистоты и конечно вопросы у нас к этому есть потому что твоего экрана писал что это два быка здесь написано что это только козел но там написал лаве на экрана писал что если все общество совершит ошибку то вот должно на принести быка сангидрин наш тут есть и что же такую это ошибку возможно здесь имея здесь расписан случай когда ошибку не не совершили поэтому и не знает ошибку которые совершили они приносят козла может быть это я не знаю точно ответа просто можно себе представить что там так написано здесь нет может это в этом и причина потому что здесь козел а чек который сожжет их должен вымыть одежды свои и омыть тело своей воде а затем может войти в стан и да будет это для вас вечным установление в седьмой месяц десятый день месяца смиряйте души свои и никакой работы не делайте ни житель страны и пришел и живущий среди вас наши мудрецы считая что смиряйте это означает пост вот у нас с вечера с 9 на 10 чем больше чем даже чем сутки у нас пост идет никакой работы мы не можем где-то емкий пор суббота суббота и даже если он попадет на субботу то будет пост в субботу мы не постимся но в данном случае если попадет емкий пор на субботу будем поститься ибо в этот день искупят вас для очищения вашего от всех грехов ваших пред богом очиститесь вы это суббота покоя для вас чтобы смиряли вы души свои это установление вечное совершить же искупление должен тот коин которого помажут и которого уполномочит на сужение место отца его позже наденет одежды линяные одежды священные и искупит святилище и шатер откровения и жертвы кискубит и коина и все общество народа искупит и будет это для вас вечным установлением чтобы искупить сынов израиля от тех грехов их однажды в году и сделал машет так повелел ему бог из настолько сильная служба в емкий пор что снимается нас наши грехи наше дело просто раскается так после совершения греха мы должны уже раскается всевышний оттягивает наказание за грех до емки пора и в емкий пор снимает нас за реки за заповеди которая называется не делать запрет и если это заповедь повелительная то когда мы рассказываемся всевышний сразу со снимает вину мы приносим то жертву сажения за эту заповедь за повеление и сразу снимается но случаи с запретом тут все решается в емкий пор если есть кого что сказать говорите пожалуйста не стесняйтесь и говорил бог обращаясь к машет так говори огорону и всем сынам израиля и скажите вот что повелел бог сказать всякий человек из дома израиля которая зарежет быка или овцу или козу в стане или зарежет их вне станок а ко входу в шатер откровения не принесет для жертвоприношения богу перед шатром бога то кровь вменена будет тому человеку вину кровь пролил он и оторву будет чек тут и среды народа своего значит если мы хотим есть мясо всевышний трешки где вы живете режьте мясо как я повелю вам это густая традиция расписано как резать животных это непростое дело человек учится этому чтобы животное их страдало это это говорит о том что для еды нам всевышний разрешает но здесь имеется ввиду все по-другому это жертвоприношение и если человек решил его произвести вне храма выполнить его без коина в в общем будет нарушение закона это будет у человека вина после того как у нас был сгорожен храм мы не имели права больше приносить жертвы вне храма да вы приносились на израиля жертву своей которой они режут на поле и приносили богу к входу в шатер откровения коину и приносили бы их жертвы их жертвы мирные богу и окропит коим кровью жертвик бога ухода штер откровения и воскурит жир благоухание приятное богу и чтобы не резали боя жертв демона за которыми они блудно ходят истоидалом установлением вечным пусть будет это для них во всех поколениях их и еще скажи всякий человек из дома израиля и или из пришельцев которые живут между ними которые совершить сожжение или вообще жертву обком ходу штер откровения не принесет ее что принести ее богу а тормоз будет чек тот от народа своего раньше считает что это наказание в этом мире и всякий чек из дома израиля и из пришельцев живущих между ними который будет есть какую-нибудь кровь обращу лицом и на того кто ест кровь и оторву его из среды народа его потому что душа тела в крови она я предназначил вам для окропления жертвы во искупление душ ваших ибо кровь жизненной силой искупает то есть когда мы приносим жертвы то кровь животных которым обмазывает жертвы или окропляет жертвы искупают жизненной силой нашу вину вот так не относятся серьезно и когда зарезать животное кровь просто для еды кровь выливается на землю присыпается она здесь все должно быть по закону торы поэтому сказал я сынам израиля никто из вас не должен есть крови и пришелец живущий среди вас не должен есть крови и всякий чеки сынов израиля и из пришельцев живущих среди вас которые охотясь поймает зверя или птицу пригодную в пищу должен выпустить кровью и покрыть ее землей вот так то есть поймает птицу домашние зверя в общем кров получается на покрыть землей ибо душа всякого существа это кровь его и и сказалось нам израиль крови какой бы то ни было плоти не ешьте ибо душа всякой плоти это кровью всякий кто ест ее отторгнут будет и всякий кто будет есть падаль или растерзанная зверем житель страны или пришелец вымыть должен одежды свои и омыться воде и не чист будет до вечера это ошибку совершил чек поел что-то некошерное вот и через до вечера и лишь тогда очистится если же не вымоет одежду и тело свое не моет то понесет на себе вину если человек в таком состоянии зайдет храм нарушена будет заповедь то есть мы не птичьей крови не крови животных есть не можем что касается крови рыбы то она кошерная то есть нет никаких проблем как мы убьем рыбу и зарежем или убьем ударим очень можем есть за это особо мы не заботимся в общем не надо так поступать как животных что нам и мачивать надо кровью группы с солью крупной засыпать чтобы она вытягивалась рыбы кровь нет такого да то что касается животных рыбы не касается но все равно мудрецы считает что если крови это и много от рыбы то мы стараемся тоже нет чтобы дети не подумали что это украл животных и все остальное общем вот так а так послабление с рыба есть и говорил бог обращаясь к машетам говорится нам израиля скажи я бог сесильный ваш по обычаям страны египетской в которой вы жили не поступайте и по обычаям страны к нам в которую я веду вас не поступайте и по установлениям не ходите мои законы исполняйте и мои установления соблюдать чтобы ходить по ним я бог сесильный ваш соблюдайте же установления мои и законы мои исполняя которые человек живет ими я бог никто никому из единокровных не приближайтесь чтобы нагорыть наготу я бог наготы отца твою наготы матери ты не открывай она мать твоя не открывай наготы ее наготы жены отца твою не обнажать это нагота отца твоего наготы сестры твоей дочери отца твою или дочери матери твоей рожденной в доме и рожденном не его не открывай наготы и наготы дочери сына твоего или дочери твоей дочери не открывай наготы ибо твоя нагота она наготы дочери жены отца твоего рожденной в отца твоего не открывай она сестра твоя не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо единокровная матери твоей она. Наготы брата отца твоего не открывай, не приближайся к жене его, она тетка твоя. Наготы невестки твои не открывай, она жена сына твоего не открывай, наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай, дочери сына ее или дочери ее дочери не бери, чтобы открыть наготу ее это к разрушению разврат это жены к сестре не бери в сопернице чтобы открыть наготу ее при ней при ее жизни есть и жены не до его не стало человек имеет право жениться на ее сестре при жизни нет и к жене во время отстранения ее нечистоте не приближайся чтобы открыть наготу ее и женой брата твоего не производи изъяния семени твоего не скринясь ею никого из детей твоих не давай проводить перед молихом перед питом и не оскверни ими имени всесильного твоего я бог из мужчины не ложись как ложатся женщиной мерзость это из какие скотины не прозди излияние семени твоего чтобы оскверниться и и женщина да не станет перед скотом для совокупления с ним нужно это не оскверняйтесь ничем этим ибо всем этим осквернялись народы которых изгоняет вас и осквернилась страна и я взыскал с нее за вину ее из торгла страна живущих дней вы же соблюдать уставления мои закона мои и не доделать ничего из этих мерзостей не житель страны не пришелец живущий среди вас ибо все эти мерзости делали люди этой страны вы бывшая до вас и осквернилась страна и не торгнет страна вас когда вы оскверните ее как из торгла она народ бывший до вас ибо всякий кто сделал какую-нибудь из этих мерзостей души делающих это торгут из среды народа и соблюдайте же предостережением и чтобы не поступать по гнусным обычаям которые совершались прежде вас дабы вы не осквернялись ими я бог все сильный ваш на этом глава ахарей заканчивается кто будет что-то рассказать сказать спросить не стесняйтесь пожалуйста можно задам вопрос давайте попробуем пожалуйста просто заделим дело в том что если это действительно гора и то тут вообще непонятно почему все наши грехи мы должны приносить какому-то неживому предмету земле этой горе это странно тогда получается что вообще не надо никому принять всевышнему и . да но если это было мнение наших модернизов это прямой текстуры не написано горе написано а за зелью этого а за зелью и поэтому получает тут какая-то идет странность и дело в том что если ну допустим мнение взять что это действительно сатан он же прокурор на суде это происходит в емкий пор это служение только один раз происходит в емкий пор один раз что значит один одно животное режется для всевышнего а второе значит написано а за зелью есть такой ангел с таким именем и не исключено что это и есть одно из имен этого сатана или от этой и он есть это может может и и и нет по-другому как-то но всяком случае смысл в том что это как выглядит ну как бы допустим допустить что это все-таки ангел вот этот ангел злой которого тоже создал всевышний это его тоже творение и он является прокурором на суде что такое прокурор на суде мы все стоим в емкий пор и есть обвинитель который нам вменяет что мы за год сделали и в зависимости от этого мы получаем приговор выглядит как бы можно сказать человеческой точки зрения как взятка ему чтобы он нас на суде ну как бы не сильно бил нас по голове то это это логично а горе взять с козла с нашими грехами со всеми и типа отдать эти грехи горе и мы прощены совершенно нелогично подумай я не имею мудрецы это тоже разбирают но мы просто просто наши мудрецы говорят что если в торе написано току богу следует служить то никак это не работает это если мне было этих слов то ли что только тем более тогда как неживом и горе служат с ротоприношением этого козла тем более но тем более мы берем что пишет комментарий вот а за зель это раши это ответственная кремнистная скала высокая горная вершина слова рассматривается как состоящие из вот а за крепкий и эль могучий ибо сказано и понесет козел всей провины на землю скалистую и сеченую это трактат яма 67 б то есть стал мудраше это выписал но мы читали и мидраж в общем в основном мнение вот такое как пишет раша что касается вот этого что подкупаем сатана это есть конечно это тоже из комментарий мудрецов что вот предполагают такие вещи но основная версия вот что только богу следует служить поэтому мы не можем никому другому ничего принести называется действие убийство 2 если это не жертва горе но на запись по-другому что это нельзя никому другому служить а мы как бы козла с нашими грехами отдаем какой-то кусок горе кусок земли камню какому-то отдаем типа зачем это действие но совершенно не не несет никакой смысловой нагрузки зачем это здесь а просто надо принести всевышнему жертву и никому другому не служить правильно ему за зла приносим жертву получается ты говоришь что нет мы не приносим жертву а что мы делаем как назвать это действие что это что мы горе зачем нам козла давать неживому существу и таким образом мы все грехи наши зачеркивается и записано что наши грехи совершенно непонятно ну непонятно конечно написано что он и все грехи уходят с этим козлом вот если ты живое существо мы значит служим кому-то другому кроме бога если это не живое существо то мы все равно служим кому-то другому кроме бога или как пишется допустим что брось наши грехи пучины морские в общем или подобные вещи что всевышний эти грехи от нас убрал сбросил с нас ну я не могу отвечать на это же разобрал разбирали мудрецы и другого ничего нового мы не здесь не разберем я не могу доказать что-то другое вот как есть такие сестра что-то разбираешь конечно есть мидрошей расписываются эти вещи что подкупают там сатана есть конечно эти мнения все высказаны но приходит в основном мнение вот то что раша пишет из трактата м а что это все-таки сбрасываться скалы разбились наши грехи унесы все всевышний сказал так поступать мы поступаем вот и все я не могу тут доказывать что-то в другую сторону как всевышний сказал по большинству мудрецов решается вот раша он но нет просто фраза что мы никому не служим другому здесь она получается подводит нас под сомнение значит мы кому-то другому служим раз мы какую-то другую жертву приносим для кого-то другого кроме всевышнего нет поэтому раша пишет раз это 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 фраза есть в истории что только богу следует служить то все то никому эта жертва может есть не имеет никакого смысла я не знаю так здесь много чего не имеет смысла можно себе представить зачем живот так убивать чтобы если никто может таких вопросов по задавать всевышний так сказал делать потому что мы здесь не хозяева он так сделал так мир устроился так поступать мы тоже так поступать невзирая нам кажется это а почему нет по-другому по-другому тора не работает есть вещи которые можем понять из которой не можем в данном случае да нам непонятно много из этого непонятно но ничего вопрос этого вопрос от этого не уходит у меня нету ответа другого кроме вот мнения мудрецов я не могу его никак никак по-другому комментировать если я скажу плюс ту версию которую там расписано в ведраше то что ты говоришь что подкупает сатана и все остальное это никак не работает нет мне эта версия ну да и мудрецы разбирают но это не значит что правильно вот вот та версия которую мудрецы принимают большинство свое это тоже получается что мы кому-то другому сложим никак ты сбросил грехи в бездну они ушли разбили всевышний так принял все мы просим его сбросить наши грехи в пуст пучину морскую в общем еще такие вещи мы просим некоторые вещи чтобы всевышний уничтожал наши грехи вот такие вещи есть ну я не могу доказать ничего не в ту ли в ту это мы ни к чему не попадем хорошо все понятно главное что вопрос есть мы его разбираем найдешь лучший комментарий почитаем с удовольствием может найдешь другой комментарий в другое мнение просто их много мы перечитали ну пока нового не нашли ничего хаффицхайм любите делать добро ежедневные уроки умение давать уроки рава фишеля шехтера по книге хаффицхайма хават хэссет перевел на русский язык и далее спинадель день 13 13 тишили 13 ниссана хават хэссет раздел 2 глава 5 спасение ценности сегодня посвящу мое доброе дело спасение человека который как неизвестно нуждается помощи бога только шим в состоянии совершать чудеса но весь кинрос способен их вызывать тем что сохраняет его присутствие перед собой чтобы добиться активного присутствия в жизни надо делать добрые дела хаффицхайм называет их валютой за счет которой еврейский народ обретает избавление и спасение хэссет был катализатором освобождения из египта и он приведет окончательное освобождение египте когда тяжелые обстоятельства могли лишить еврейских рабов человечности они все-таки оставались гуманными и помогали друг другу мудрецы говорят они заключили союз делать хэссет друг другу даже истощенные и отчаявшиеся они иногда собирались чтобы укрепить друг и друге ценности в учении о врагам айцхака якова никогда не забывали обязанность служить творцу и всеми способами помогать друг другу внешний исход произошел в результате казней которые творец сделал египтянам и чудес которые сделал евреев но скрытым фоном был хэссет он привел в действие все эти события сострадание евреев друг другу привлекло присутствие шема поскольку они ввели его в эти события он мог ради них привести в действие свои сосредственные силы триумфальном песни шерат аям которую народ пел перейдя красное море говорится хэссете ты вел милостью своей этот народ тобою избавленный хафидс хаем учит что мудрецы нашли дополнительное значение этих словах его направляющая рука руководствовалась не только его милосердием но и проявлением взаимного еврейского сострадания хэссет открывает канал чудес которая изливается свыше ради еврейского народа так было в египте и так сейчас усилие усиление хэссета способствует раскрытию божественного присутствия среди еврейского народа и наступит мгновение когда ашем предстанет во всей силе перед своим народом чтобы ввести его во всех битвах к окончательному спасению на этом наш сегодняшний урок заканчивается всем браха парнасакова намазал то что мы сейчас не грешили изучали тору всем все самое наилучшее до следующей встречи в четверг блины дар в час дня спасибо пожалуйста всего хорошего